А хочешь я зайду в обл. администрации, в ВЦА, я найду такое, что вы едете. А хочешь я сделаю проще. Хочешь? Не надо никуда ходить. Мы сейчас тормознем всю банковскую систему на секунду, и мы зайдем в банковские хранилища в каждой области, в каждом блядском городе. И мы просто сделаем перечень всех ячеек, которые есть там, и сейфов, и что там, и кому они принадлежат. Больше ничего делать не надо. Это всего лишь 10 секунд времени. Вы такое узнаете, что у вас глаза выпадут с этого эфира. Поняли? Больше ничего делать не надо. Просто остановить на секунду, все. Зайти в банковские хранилища в каждом сраном селе и проверить, чьи ячейки там, и что в ячейках, что в банковских сейфах, и чье. Вы охереете. На этом можно ставить точку. Это 99,9% всей государственной системы в Украине, включая местное самоуправление. Понятно? Для чего есть потребные идеи? Алие такая, знаешь, поговорка, как-то кажут, я из Ожды Любовь Казата. Не спасет пиар от дел, если нет реальных дел. Понимаешь? Не спасет пиар от дел. Вот и все. Ланочка, ну хорошо, я там с каждого утюга в тому Ютубе вещаю и так далее. Скажи, это комусь реальную пользу якусь принесло прямо сейчас? Я сомневаюсь. Понимаешь, справа не в том. Когда ты не на государственной службе, ты можешь вещать, можешь заниматься чем хочешь. Подивиться на Китай. Когда в Китае выбирают на государственную службу, ты занимаешься чем? Ра-бо-той. Яку оценивают по итогам. Потому что найкращая коммуникация с избирателем в нас в Украине – это коммуникация военкома и облавщиков по утрам с гражданами. Вот это найкращая коммуникация. Это единая коммуникативная платформа между избирателем и владой. И действует эту платформу не моноэфир, а военком и раннейшая бригада по мобилизации. И вечерня тоже. Вот и все. Это правда життя. И будет президент выступать по телевизору – не будет. Подивляться его, чи не подивляться – это не важно. Я вам больше скажу. Даже если бы президент… Я вам прикладно видал. У меня на телеграм-канале, в чате. Я там выбудовал систему, как она должна работать. Апелляции, банов, разбанов и так далее. И мне пишут – Михаил, ну вы же царь. Добрый царь, мы к тебе обратились, сделай что-то. Я говорю – я могу сделать. Но если я начну делать, это будет говорить о том, что моя система – говно. Просто. Она не работает. Потому что або працюет система так, как она працюет. И если, ну, мне не требует что-то там менять. Або если я буду в ручном управлении, значит я расписываюсь в том, что я плохой государственный управленец. Если я буду вручную ей управлять. Вот и все. И когда выходит царь и лично управляет судами, проверками, назеками, всем чем угодно. Для меня, как для магистра держуправления, с великой литрой, это говорит о том, что никакого держуправления в стране не существует. Все. Система сдохла. Просто сдохла. Что ты будешь чистить? 99,9% военкома процента. Кого чистить? Судей? Ну, хорошо. Давайте честно просудить. Я точно знаю, что их минимум половина из них абсолютно вот такие честные и нормальные. А знаете, что их набят те, кто у них на административных посадах сверху. Ну, в каждом же суде есть начальник суда, правда? Голова суда. Сверху. А над ними еще администрация и так далее. Система гнилая, напрочь. Что вы хотите делать? Шмыгаль. Выделяю 40 миллиардов. Отлично. Будем дроны делать, да? Вообще не вопрос. А геолокацию русским уже сбросили? В них там навык ракеты появились? Не? Че сбросили? Ну, давайте честно. Потому что там выходит этот BlackRock. В Украине... Господи, в Украине. В Германии вы знаете BlackRock, как этот... Рейс-Панцир-Хермитал. Рейс-Панцир-Хермитал. Те, что леопарды делают, и эти... Что на 200 с чем-то процентов повысили прибыль во время войны. И цей херпарцин, блин, метал, значит, сказав, что в Украине будет делать... Рейн-метал, Миш. Рейн-метал? Да, да, точно. Ну, панцир-це этот, броневой. Значит, и вони сказали, что завод Малишева был когда-то ваш, станет наш, потому что так сказал BlackRock. Значит, и мы будем делать это у вас, но это ж типа хорошо. Точно так же, как когда Локкед Мартин пришел и сказал, что у вас все было хорошо, но теперь это будет наше. Теперь этот панцир пришел, сказал, что будет наше. Все это BlackRock, походу. Все это BlackRock. Вангард, капитал. Значит, потом пришли, потом пришли, ну, нагадай мне. А Боинги, Боинги, да. Ну, Боинги были первыми. Как только зашли Боинги, один кадр из Запорожья сел. Потому что Дурачидло думал, что он, ну, он так, плохо думал про суверенитет. Понимаете? Потому что суверенитет это Боинги, Локкед Мартин, Рейс, Панцир, Металл, BlackRock, Ивангард. Скажите, геолокации вам скидывали, да? Ну, вы в своем вообще умеете, что происходит? Ну, просто так. Я спрашиваю. Потому что у нас тут зерном, у нас тут зерновая сделка была, да? Для того, чтобы она была, нужны порты, откуда это отгружается. Нет портов, нет сделки. Не, ну, сделка-то может быть, если портов нет. Ну, в принципе, знаешь, как это, подходит дитина с инвалидностью, подходит до мамы и говорит, мама, дай мне чоколаду. Мама говорит, та чоколада лежит на тому, на холодильнику. Она говорит, мама, мама, так у меня нет нижок. Ну, нет нижок, то нет чоколады. Ну, знаешь, что такое? Вибачу. Ну, власне, у нас происходит это же самое. Нема нижок, нема чоколада. Ну, нема портів, нема сделки. А, ну, зато нема портів, нема сделки, зато у нас будет Панцер Металл, Локет Мартин и, я решу, заводы будут делать. А русские будут их облетать ракетами. Вот так летит, летит. Хлебец бачит завод, ну, нужно облететь его. Ну, то же так же, как эти русские облетают эту газотранспортную систему, они так ненависно воюют, но газотранспортную систему они облетают. Мы что понимаем? Чи мы все раз за Японию, а? Гроши не є цінністю. Гроши, на жаль, або на счастье, это просто инструмент. Навіть, если мне скажут, Миша, будем жрати, как в твоем детстве, капусту морскую, когда не было чего жрать. Я помню, много чего. Я вернусь тогда, когда будут соответствующие условия в общественном мире. Когда не будет каких-то придурок, вибачь, сволочь продажный, у вишиванца, варовать миллион, а при цьому переименовывать в улицу, а я выйду и скажу, что он придурок, который это делает. А он выйдет и скажет, что плывет зрадник, потому что он против моего переименования. Понимаете вообще, как закрутилось? Люди повернутся в страну тогда, когда будет пановать здоровый глузд, честь, гидность и совесть. А можно я скажу слоган? Мой слоган. Мой. Нет, он не мой. Его написали люди в меня в чате сранку. Моя совесть должна быть чистой. Не мой. Но я его напишу себе на лобби и на своих прапорах. И нехай каждый их напише. И буду вимагать изменить гасло взагалі в стране. Не «Украина понад усе», а «Украинцы» понад усе. Бо нема «Украинцы», нема «Украины». А «Украина» может быть только с эфиопами. Так вот еще раз скажу. «Украинцы» понад усе. Что это? Как это расшифровать? Это когда никакая налоговая не будет мне выносить мозг. Это никогда какой-то фен-моніторинг. Это никогда какой-то банк не будет по засудовому способу людям гроши отнимать. Это когда народное майно, которое воно есть, будет в фонде народного благосостояния разом с землей и надрами. И не будет никакого третякового рассказывать про трудовые гарантии, которые нафиг не нужны, потому что бизнес развиваем. Ага, вернулось 4 миллиона бойцов, бизнес у них будет развивать, они найомными придут, а найомных уже нет прав. Ага, ясно. И так далее. Значит, увага. Стояла собі родина мать. Балончиком что-то написати. Оттуда типа заходит сталь, и мы рихтуем эту родину мать. Спроектировать у нас мозгов уже никогда не буду. Но так пирамида великих строителей, яких мы уже никогда не узнаем их даже имена, стала пирамидой Хеопса. Он тоже в свое время поменял надписи там. Ну так, видишь, мы с тобой в передаче вывчили историю. Продолжение следует...